Должен признаться, у меня сейчас стойкое ощущение дежавю Вы, конечно, в курсе, что мы много путешествуем по миру, посещая автомобильные презентации Так вот, вне зависимости от пункта назначения и цели визита в аэропорту В 99% случаев нас встречает какой-то вот такой автомобиль Mercedes Sprinter Tourer Так что первая часть нашей программы будет своего рода репортажем из нашего съемочного закулисья Это спринтер уже третьего поколения, который во всем мире дебютировал на излете зимы 2018 года А к нам добрался в том же году осенью Это первый спринтер, который предлагается со всеми тремя типами привода Правда, для такой пассажирской версии возможен только задний и полный Да и вообще, как-то не случалось Раньше возможности близко познакомиться именно с таким вариантом Так что сразу внутрь В общем, по размеру автомобиля несложно догадаться, что здесь очень просторно Но зайдя внутрь, понимаешь, насколько От пола до потолка без малого 2 метра А если демонтировать все населяющие этот салон сиденья То места хватит для репетиционной базы небольшой рок-группы Массажного салона, ну или фитнес-студии Количество рядов и мест может быть очень разным В зависимости от геометрических параметров самого автомобиля Забавно, что в конфигураторе можно указывать не только пассажировместимость Но и, например, объем грузового отсека до 2 кубометров Или ширину салона Нам достался вот такой вполне утилитарный вариант Рассчитанный на перевозку восьмерых пассажиров Ну, впрочем, утилитарный не значит аскетичный Здесь можно достаточно удобно устроиться Спинка регулируется по углу наклона Подлокотник по высоте По всему салону развешаны вот такие крепежи для гаджетов с USB-зарядками А в передней части салона есть розетка и на 230 вольт Ну и, конечно, автономная система климат-контроля с электрическим подогревателем Без него нашей зимой никуда Ну, а в случае необходимости вот в этой пассажирской части салона Можно разместить аж шесть детских кресел с креплениями изофикс Если вы когда-нибудь покупали такой автомобиль Или хотя бы приценивались к нему Вы прекрасно знаете, как подобные машины появляются на свет В Германии заказывается голый микроавтобус Иногда даже цельнометаллический, без окошек При покупке такого автомобиля возникает настойчивое желание сделать все дешево и сердито То есть приобрести обычный цельнометаллический фургон Найти подрядчика из недорогих И после необходимых переделок получить на выходе нечто похожее на то, что вы видите сейчас При всех плюсах подобной стратегии существуют, конечно, и минусы А именно машина перестает быть стопроцентным мерседесом Точнее, мерседес остается в этой части салона, которая за моей спиной Ну, а все остальное это некий новый продукт В случае возникновения проблем с которым Обращаться придется именно к этой сторонней организации Ну, если она, конечно, к этому времени не обанкротится Тут совсем другая история Эта машина сошла с конвейера завода в Дюссельдорфе Именно вот в таком виде И все до последнего винтика в этом автомобиле имеет так называемый партнамбер То есть в случае необходимой замены, неважно по какой причине Вы будете иметь дело с официальным дилером мерседес Впрочем, у российского представительства есть и авторизованные бодибилдеры И, кстати, больше половины спринтеров, проданных в нашей стране Прошли через руки сертифицированных кузовостроителей Которые легко превратят этот салон хоть в маршрутку, хоть в бизнес-джет В строгом соответствии с техническим регламентом и бюджетом клиента И, что немаловажно, с сохранением гарантии Количество мест при этом может расти почти неограниченно в рамках разумного Ну, а можно, как в нашем случае, ограничиться и в семью Ну и поскольку у этого автомобиля всего лишь 8 пассажирских мест А полная масса не превышает 3,5 тонн Я, наконец, могу закончить эту закулисную часть программы И пересесть за руль То есть сделать, наконец, то, чего не дают делать в командировках Ну и, кстати, сдвижная автоматическая дверь и выдвижная подножка Для подобных габаритных машин, конечно, скорее осознанная необходимость Чем нечто экзотическое Но тут есть еще кое-что Вот при помощи такого пульта я могу наклонить автомобиль Уменьшая таким образом погрузочную высоту Чрезвычайно удобная штука И если вы не понимаете, для чего она нужна Значит, вы никогда не размещали в подобной технике людей с ограниченными возможностями Первое, к чему приходится привыкать водителям обычных легковушек Вроде меня за рулем подобной техники Это, конечно, особенности посадки Ну, в данном случае все не совсем так Потому что диапазон регулировки совершенно огромный Можно руль, например, расположить более горизонтально Отодвинув от себя и тогда будешь сидеть почти как водитель-дальнобойщик Можно наоборот отодвинуться, а баранку уронить себе на колени Это будет такой вариант, уже приближенный к спорткарам То же самое касается и диапазонов регулировки водительского сидения Можно очень высоко самого себя поднять Можно отодвинуться так, что вот я, например, с трудом достаю до педалей И даже коленный подпор, он здесь тоже есть Выдвигается настолько, что мне это даже становится немного некомфортно Удивительно, как будто специально набрали какую-то расширенную группу добровольцев Самых разных размеров и сделали так, чтобы удобно было уже абсолютно всем Ну и разумеется, тут полно полок и емкостей для хранения чего угодно и где удобно От дверей до пространства под ветровым стеклом USB-разъемов в зоне досягаемости водителя я насчитал целых три Ну и разумеется, вот это окружающее меня пространство не обошлось без родовых признаков Мерседеса Например, вот эти круглые дефлекторы, которые поворачиваются, перекрывая поток воздуха Или сам руль с тачпэдами на спицах, совсем как у любого легкового Мерседеса Отдельного внимания заслуживает один из главных органов управления микроавтобусом Это, разумеется, кнопка открывания боковой двери Напомню, что она снабжена электроприводом Так вот, если селектор перевести в положение драйв и эту самую кнопку нажать Коробка сама перейдет в паркинг, чтобы водитель не ошибся и не нанес пассажирам какую-нибудь травму В центре салонного мироздания тачскрин с диагональю 10 с четвертью дюймов Мультимедиа системы MBUX, такое же, как и у более легковых Мерседесов И с таким же функционалом, включая голосовое управление Быстродействие и графика, разумеется, на уровне второго десятилетия 21 века Но главное достоинство такого вот большого и яркого экрана Осознаешь только тогда, когда начинаешь движение по обычному коттеджному поселку Первое, что вызывает удивление, это то, насколько спринтер-турер маневренный автомобиль Мне кажется, на нем можно выиграть некоторое количество споров Потому что его способность разворачиваться буквально на пятке, спасибо заднему приводу Может вызвать зависть, например, у некоторых владельцев куда более легковых автомобилей Ну, а во-вторых, здесь есть система камер, которая позволяет посмотреть на микроавтобус сверху В случае с обычными легковушками это, в общем, скорее баловство Но, особенно когда пересаживаешься с легковушки на вот подобную технику Без подобной системы можно с непривычки переехать несколько клумб и два десятка детских велосипедов Что, конечно, нехорошо Кстати, о главных дорогах Тут-то и приходит время поговорить о том, о чем применительно к подобной технике говорить не принято О разгонной динамике, источником которой является, разумеется, силовой агрегат Вне зависимости от типа привода, пассажирский спринтер можно заказать с механикой Или семиступенчатым гидромеханическим автоматом Двигатели только дизельные, М4 на выбор, мощностью от 114 до 190 лошадиных сил Мне достался автомат и не самый мощный мотор 163 силы, но и его хватает с лихвой 360 ньютон-метров очень полезны для безопасной интеграции в поток Который мчит по магистрали со скоростью 110,5 м в час Коробка вообще очень понятливая Если посильнее двинуть вперед правую ступню Тут же переключается на две передачи вниз Позволяя уверенно выйти на обгон Ну а на узких дорогах, когда это нужно сделать совсем уж срочно Пригодятся подрулевые лепестки Кстати, по-моему, это первый раз в моей практике Когда они, в принципе, пригодились Потому что силовой агрегат, конечно же, настроен с поправкой на массу и габариты самого автомобиля И на необходимость обеспечить комфорт пассажирам Это тоже важно Ну и поскольку это все-таки пассажирский автомобиль Нужно поговорить и о комфорте Мотора не слышно практически никогда За исключением уж очень интенсивных разгонов Ветер, безусловно, слышно Но уже на скоростях, которые входят в некий конфликт с кодексом об административных правонарушениях А вот что по-настоящему слышно, так это покрышки Но здесь несложно найти объяснение Они зимние, шипованные И это объясняется тем, что мы снимаем программу в марте Когда с точки зрения климата у нас уже не очень зима Но в административно-правовом поле все еще холодное время года Так что переобуваться рановато Ну а теперь о наболевшем О плавности хода Наболевшей эта тема стала в дни моего отрочества Когда на улицах российских городов в изобилии водились Мерседесы Т1 Те самые безотказные тупоносые трудяги Которые честно отработали свой срок в немецкой почтовой службе А после прибыли к нам Чтобы обрести вторую жизнь в виде маршрутных такси На которых мне довелось проехать не одну сотню километров Если доводилось сидеть в районе задней оси Каждая такая поездка становилась настоящим испытанием для позвоночника Потому что люди, которые переделывали грузовую версию в пассажирскую Занимались чем угодно, кроме настройки подвески Поэтому автомобиль пассажирским становился, а подвеска нет Сейчас у меня здесь совсем другой случай Автомобиль сразу строился как пассажирская версия И поэтому подвеска стойко переносит тяготы и лишения Я вот сейчас с некоторой завистью даже в зеркало заднего вида Наблюдаю блаженные лица наших операторов Один из них, кажется, заснул Пока я тут работаю Ну на самом-то деле главный враг подобной техники Это отнюдь не кочки и ямки, а боковой ветер Когда высота автомобиля уверенно приближается к отметке в 3 метра Парусность очень и очень приличная А значит, в некоторых ситуациях ветер начинает изрядно корректировать траекторию Я думаю, многим из вас знакомо это чувство, когда при сильном боковом ветре Ты постоянно едешь с рулем повернутым на 5, а то и 10 градусов Как раз в ту сторону, откуда ветер дует В общем, в этом нет ничего такого уж страшного И привыкнуть можно Но опасность подстерегает тебя в тот момент, когда ты поравняешься с большим грузовиком Или просто начинается ветрозащитное ограждение Тогда, повинуясь вот этому самому отклонению Автомобиль начинает резко шарахаться в соседнюю полосу Или просто почти непредсказуемо корректировать траекторию Согласитесь, ситуация не самая комфортная И вот как раз та самая система борьбы с поперечным ветром Разработанная мерседесовскими инженерами Позволяет от этой проблемы избавиться А значит, изрядное количество нервов сэкономить Система эта, кстати, входит в базовое оснащение Как и весьма продвинутый мониторинг слепых зон Помимо этого, спринтер можно оборудовать и активной системой удержания полосы движения Которая, мягко подтормаживая, ну, например, левые колеса Не только бодрит водителя, но и плавно корректирует траекторию Не позволяя вывалиться на обочину В списке опций можно вообще найти что угодно От общечеловеческих ценностей Вроде электроприводов и обогрева сидений, аудиосистем и камер До сугубо специальных вещей Например, тахографов Конечно, в такой комплектации спринтер-турер Вплотную приближается к очередному психологическому порогу На сей раз к отметке в 5 миллионов рублей Но, во-первых, эту высоту без труда берут автомобили и с более скромными размерами А во-вторых, совершенно очевидно Подобная техника адресована в первую очередь не физическим, а юридическим лицам А у них финансовые параметры приобретают совершенно иное значение И на первый план порой выходит не инвойсная стоимость единицы техники А, например, лизинговый платеж Или вообще сумма затрат, которая включает в себя сервисный контракт По ценам, которые нам, простым смертным, даже не снились Страховые премии, да и много чего еще Но лично меня, все то время, которое мы со спринтером провели вместе Не покидала одна весьма навязчивая мысль Мне бы очень хотелось, чтобы те кресла, которые сейчас позади меня пустуют Занимали мои друзья А все остальное пространство было отведено под спортивный инвентарь И мы бы все вместе отправились искать зиму или лето Совершенно не важно Самое главное, я абсолютно уверен, мы бы это нашли Субтитры создавал DimaTorzok